Здравствуйте! Меня зовут Александр Васько, и я военнослужащий, офицер, пограничник. А еще я человек. Как и каждый, кто сейчас смотрит это видео, человек. Согласитесь, человек – это звучит гордо. Но, к сожалению, за прошедшие десятилетия кое-кто делал и делает все для того, чтобы мы это забыли. Но мы не забыли. Белорусы, я вас люблю. В это очень тяжелое для нашей страны время вы проснулись и сплотились. Такого уровня консолидации нации не знала новейшая история Беларуси. Нас всех объединяет непреодолимое желание жить в свободной стране. Свободной от диктатуры и насилия. Стране, где жизнь, здоровье, а также все законные права и интересы каждого гражданина будут наивысшей ценностью. И это не станет популистским лозунгом. Но, глядя на то, что происходило на улицах наших городов в течение прошедшей недели, хотелось кричать во весь голос. А в голове вертелся один вопрос – «Ну как же так? Вы же наши пацаны?». Но со временем приходит осмысление, и я вынужден признать, что нет, это не наши пацаны. Их людьми-то назвать сложно. Я служу в войсках вот уже 13 лет. Когда в 2007 году я поступал на военную службу, я действительно мечтал служить своей родине и своему народу. Я хотел охранять мир и спокойствие на нашей земле. Хочу этого и сейчас. Но, к сожалению, пока милиция и армия охраняют интересы только одного человека, это невозможно. Они охраняют от него свой народ. Поэтому сегодня я хочу обратиться к представителям всех так называемых силовых структур. Сила не в оружии, не в тюрьмах и не автозаках. Все знают, что сила в правде, а еще в чести и отваге, мужестве и доблести. Но в том, чтобы стрелять в безоружных людей, нет чести. В том, чтобы в пятером избивать 16-летнего подростка, нет отваги. А в том, чтобы самыми омерзительными способами издеваться над женщиной, нет ни мужества, ни доблести. Одумайтесь, пока еще не слишком поздно. Ведь на сегодняшний день и так уже многие запятнали честь мундира кровью невиновных людей. Что вы скажете своим жене и детям? Как вы посмотрите в глаза своей матери? Вспомните, что вы присягали на верность не президенту или правительству, а своему народу. Народ сказал свое слово на прошедшей неделе. Теперь ваша очередь милиции и армии. Вынесите то, что думаете, за пределы курилок и своих кабинетов. Я знаю, о чем вы говорите между собой, что обсуждаете, что думаете и о чем боитесь открыто сказать. Не бойтесь. Совершите поступок достойной мужчины. Исполните свою клятву и будьте с народом. Я вас прошу, помните, что единственным и неоспоримым источником власти является народ. Народ, который живет вместе с вами в одном доме. Народ, с которым вместе вы ведете ребенка в детский сад. Народ, который стоит вместе с вами в очереди в магазине. Сегодня народ вышел на улицы своих городов. Вышел для того, чтобы отстоять свою власть, свою правду и свои голоса. Будьте с народом. И напоследок я хотел бы вам пожелать быть действительно смелыми. Смелыми настолько, чтобы ответить себе на один простой вопрос. Чего на самом деле вы хотите? Людьми зваться, тибыть скотом. Я свой выбор уже сделал. А вам, дорогие мои белорусы, я хочу пожелать веры, сил и терпения. Они нам еще пригодятся. Меня зовут Александр Васько, и я с вами. С каждым днем нас становится только больше. Помните, что за каждой темной ночью всегда наступает рассвет. И наш рассвет уже близко. Живе, Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok